что изучается прагмат о чем этот предмет сегодня приветствую вас сегодня видео о том что изучает сопротивление материала как видно в общем тела которые мы рассматриваем при расчете на прочность жесткость и устойчивость а именно это те три вопроса которые рассматривают сопротивление материалов прочность жесткость и устойчивость три вопроса которыми интересуется сопротивление материал так вот тела которые мы рассматриваем процессе расчета на прочность жесткость и устойчивость могут испытывать различные виды деформации зависимости от того вдоль какой оси мы будем прикладывать силы возникнут разные виды деформации но при каждом из этих видов деформации самые главные два вопроса это прочность и жесткость а устойчивость это всегда следующий вопрос чуть позже если вместо вот этого целого тела нарисовать его только продольную ось в данном случае расчетная схема ничем не поменяется если вот так мы прикладываем силу fx просто сама схема рисунок упрощается но при этом если посмотреть на наш стержень он растягивается у него вот это сечение относительно этого сечения удаляется удлиняется стержень растягивается если мы приложим в противоположную сторону приближается уменьшается длина сжимается это вид деформации сжатия если мы вместо опять же вот этого объемного тела нарисуем только продольную ось этого тела и приложим силу вдоль оси y это будет та же самая расчетная схема если бы мы нарисовали вот так но при этом мы нам будет проще изобразить следующее что под действием этой силы продольная ось нашего стержня она изогнется здесь появится прогиб и этот прогиб называем прогиб правда значит и вид деформации называется изгиб изогнутая ось балки изгиб ведь деформации еще один вид деформации когда вокруг оси x появляется поворачивающий момент он старается вот это сечение повернуть относительно этого сечения скручивая одно относительно другого вид деформации называется круче это были основные виды деформации то есть растяжение сжатия изгиб и кручение есть еще срез есть еще смятия об этом мы поговорим чуть позже но основные могу рассматривать в ближайшее время и мы только что перед тем как рассматривать виды деформации сказали что есть прочность и жесткость теперь о них и так прочность прочность это такая такой расчет который нам позволит сказать что приложенные нагрузки не приведут вот к таким результатам к разрушению разрушение для хрупких пластичных материалов разные но самое главное что образец перестает быть той формы которую был до приложения нагрузки то есть расчет на прочность это такой расчет который позволяет нам сказать что тот элемент конструкции который мы рассчитываем выдержит не разрушится не изменит свои размеры до критического состояния так чтобы получилась непрочная конструкция то есть разрушить расчет на жесткость это такой расчет который позволяет нам быть уверенными что наше тело которое или сила или распределенная нагрузка или другие виды нагружений не вызовут деформации в данном случае прогиба больше чем мы того рассчитываем ведь неудобно же жить в доме в котором пол прогибается когда мы по идем или когда крыши под которой мы живем провисает так сильно что мы это замечаем глаза это просто некомфортно в данном случае и тогда нам нужно провести расчет на жесткость бывают такие случаи когда рассчитывая на жесткость мы получаем что прочность соблюдается а жесткость то есть прогиб довольно таки большой или прогиб или удлинение довольно большие выше допустить значение это плохо и мы значит и до основные размеры выбираем по расчету на жесткость а бывают такие случаи когда мы рассчитываем ну например короткие стержни жесткость соблюдается там маленькие перемещения но при этом при приложении тех нагрузок нужно проверять прочность ну и возникает еще третий вопрос а что же такое устойчивость а устойчивость это случай когда мы рассматриваем длинные гибкие стержни на продольную нагрузку ведь понятное дело что когда мы берем длинный стержень с тонким каким-то сечением и начинаем его сжимать то мы можем потерять форму то есть форма может стать криволинейной было прямо ли не не стала криволинейной после снятия нагрузки он возвращается в исходное положение то есть не произошло никаких разрушающих нагрузок на форм перестала быть прямо линейной то есть те же потерял устойчивость это случае очень важные для строительных конструкций когда мы рассматриваем колонны и есть такие варианты когда происходит потеря устойчивости например в вагонных продольных банках и и других в общем много разных конструкций где обязательно нужно проверять на устойчивость то есть длинные стержни гибкие тут важный вопрос который при изучении устойчивости будем рассматривать это что такое гибкость но пока так значит гибкие длинные стержни нужно проверять на устойчивость внутри вопроса которым занимается сопротивление на этом все на сегодня был рад с вами видеться надеюсь информация была полезная до встречи всего хорошего удачи